Моя бабушка всю жизнь мечтала быть актрисой, но муж ей запрещал. Мама тоже хотела, но не смогла реализоваться. Они часто повторяли, Ира, ты не должна останавливаться, ты будешь актрисой за нас. Так Ирина Гринева часто начинает рассказ о своей семье. Будущая звезда сериалов всегда желала только одного – выступать на сцене, воплощать разные амплуа. Однако поступить в театральный вуз с первой попытки ей так и не удалось. Позднее звезда винила в этом неправильно выбранный репертуар. Лишь с четвертого раза она стала студенткой Ярославского государственного театрального института. Потом были первые работы в театре, небольшие роли в кино. Казалось, что актриса достигла желаемого, но неожиданно она ушла в монастырь. Такое решение шокировало как родственников, так и однокурсников Гриневой. Мне хотелось стать ближе к Богу, причем как можно скорее. Но когда я пришла в монастырь, я поняла, насколько это сложно, насколько это тяжелый труд. Я продержалась там неделю, потом сбежала. Призналась звезда актриса всегда хотела, чтобы ее будущий муж был верующим и богатым человеком. Фото, инстаграм больше с предназначенного ей пути Гринева не сворачивала. Помимо творческих побед актриса мечтала и о большой любви. Однако первый брак с режиссером Андреем Звигинцевым обернулся разводом. Это была настоящая и очень сильная любовь. Но мы не были созданы друг для друга. Так бывает. Хотя мне кажется, что если бы в моей жизни не было Андрея, я не стала бы такой хорошей актрисой Верина Ирина. На протяжении всего этого времени рядом с Гриневой была мама. Она поддерживала актрису в профессии, помогала ей справиться с личными неудачами. Когда Ирина купила квартиру в Москве, первое, что она хотела сделать это позвонить родительнице. Но поделиться радостной новостью артистка не успела. Моя мама погибла. У нее остановилось сердце, когда она шла по улице. Если бы ей сразу помогли, то маму можно было спасти. Она всегда говорила, что не будет старухой, что останется молодой и красивой. Я маму недообнимала. У нас у обоих ретивые характеры. И при ее жизни мы только спорили, рассказала актриса. Мама Ирины не успела познакомиться с внучкой и мужем дочери фото. Инстаграм не задал года смерти мамы Ирине пришлось пережить. И еще одно потрясение. Внезапно скончалась ее любимая бабушка. Утешением для Гриневой стала работа. Актриса много снималась и в какой-то момент даже потеряла надежду обрести личное счастье. Именно в этот период в ее жизни и появилась настоящая любовь. Друзья актрисы давно хотели познакомить ее с фигуристом Максимом Шабалином. Но будущие супруги начали общаться лишь с третьей попытки. Я помню, как он сидел и что-то ел. Предложил мне попробовать. Я на него взглянула и поняла, что это мой будущий муж. Когда встречаешь своего человека, это как-то сразу чувствуешь. Нам не понадобилось много времени и Максим сделал мне предложение. Уже через несколько дней подчеркнула артистка. Сейчас супруги воспитывают дочь Василису. Несмотря на то, что семья находится для Гриневой на первом месте в списке приоритетов, она успевает уделять время и творчеству. Ирина никогда не сомневалась в своем предназначении, а перед каждым выходом на сцену она вспоминает о маме и бабушке, успевших увидеть ее первые успехи в профессии. Клэс Поуст 626 085 подписчиков.